Любимец российской публики Пьер Ришар собирался приехать в Москву к другу своему Никите Михалкову, чтобы торжественно пройти по звездной дорожке московского кинофестиваля и расцеловаться с Михалковым подружески от чувств. Но не судьба. Из Франции нам сообщили, в Москву Ришар не приедет. Он срочно госпитализирован в частную клинику в пригороде Парижа. Операция на ноге прошла удачно и после курса реабилитации актер все же выступит в России со своим шоу вместе с сыновьями, но уже в сентябре. Накануне сорванного визита великого артиста в Москву в Париже с ним общались Лидия Григорьева и Дмитрий Сапун. Для каждого француза Париж – столица мира. Только не для Пьера Ришара. Потомок дворянского рода Пьер Ришар Морис Шар-Леопольд-де-Фе и французом-то себя не считает. Его родина где-то между Москвой и Рио-де-Жанейро. Меня постоянно разрывает на два полюса. С одной стороны, любовь к русской культуре, русские друзья, а с другой – страсть ко всему латиноамериканскому и селья, моя подруга, она бразильянка. Такое раздвоение личности. Но не подумайте ничего плохого. Точно одно – я меньше всего француз. Да, я люблю местные колбаски, сыр, вино, но это, пожалуй, все, чем мне близка Франция. Поэтому я много путешествую и совсем не привязан к дому. В Париже мне скучно. Зато в Москве как дома. В Москве не соскучишься. В России у Ришара по-прежнему самые преданные поклонники, самые стабильные гонорары и самый большой друг. Большой во всех отношениях. Его зовут Никита. Аншантэ. Мы познакомились с Михалковым очень давно. Я летел в Баку. В соседнем кресле сидел Никита. Завязался разговор и пошло-поехало. А потом я часто приезжал на ваши фестивали. Мы много общались. Лет 15 назад произошла история, которая меня просто поразила. На очередном суаре в Москве, как это заведено у русских, Никита встал и произнес в честь меня тост. Это была целая речь, очень проникновенная. Я был тронут до глубины души и даже думал, достоин ли я всех этих слов. В конце он меня поцеловал и прослезился. Я, конечно, тоже не удержался. И вот так мы стояли и плакали. Михалков огромный, настоящий колосс. И я. Вот это настоящая русская душа. Такой большой, а оплакал, как ребенок. Вообще я многим похож на русских. Они всегда радуются и печалятся на полную катушку. У меня тоже так. Иногда душа нараспашку, а через минуту не хочу никого видеть. Увидеть Ришара таким в последнее время можно все чаще. Может быть, возраст. Комик разменял восьмой десяток. Может быть, роли. Комик не разменивается по пустякам. В результате факс стоит без бумаги, а кабинет без дела. Разве что с друзьями поболтать о пустом. Друзья Ришара не забывают. А вот у поклонниц память девичья. Сэ ля ви. Как-то я вышел прогуляться на остров Сите, бродил вокруг Нотр-Дама. И вдруг меня обступила группа японских туристов. Показывают на фотоаппарат и о чем-то просят. Я сначала отказывался позировать, но они меня уговорили. Представляете, я изобразил голливудскую улыбку. И тут я понял, что туристы просто просили сфотографировать их на фоне собора. Так что известность, как это не печально, проходит. Хорошо, что хоть фильмы остаются. Вот он. Высокий блондин в черном ботинке. Вот он. Седой господин в дурацких кроссовках. Живая классика. Обувь. Когда-то прославила никому неизвестного конферансье. Боншанс представился Ришару в 33. Насмешил режиссера Ива Робера. И с тех пор кочевал по его фильмам, даже не меняя фамилии. Франсуа Перен. Невезучий, простодушный, рассеянный. Эт-цетера. У меня действительно проблемы. Я вечно все забываю. Вот и сегодня утром. Умылся, оделся, стою в зеркало. Вроде бы все в порядке. А моя селья говорит, посмотри на ноги, ты забыл про ботинки. По правде сказать, я и в интервью-то забыл. Так что собираться пришлось в последний момент. Нашел вот какие-то кроссовки. Хотя больше всего я люблю ходить в сандалиях и желательно где-нибудь на островах. Там можно расслабиться и вообще не думать, как ты выглядишь. Вдали от Бали Ришар старается соответствовать. Имени, статусу, подруги, наконец. 15 лет рядом с фотомоделью. Это обязывает. Но обязать Ришара жениться не может ни одна женщина. Даже по любви. Когда-то он был расписан и с тех пор ненавидит разводы. Формально он свободен. Но даже француз может быть джентльменом. Шерше ля фам, теперь это не про него. Кругом столько женской красоты и поневоле становишься ее ценителем. Вот ваши теннисистки. Разве ими можно не восхищаться? Ну, сегодня рядом со мной селья. И о других женщинах я могу говорить разве что в стихах. В последнее время я много пишу, но стараюсь это не афишировать. А то сразу повесят на лбу ярлык. Ришар поэт. Меня это раздражает так же, когда говорят Ришар комик. Свои произведения я читаю только близким, если вспомню, конечно. Лучше процитирую вам замечательный афоризм из Виктора Гюго. Умирать от любви значит жить ею. К сожалению, это не про меня. Наверное, поэтому я не был ни слишком хорошим мужем, ни слишком хорошим отцом. Правда в том, что я мало времени уделял ребенку. К сожалению, я тоже. А мы ведь так им нужны. Мой такой неуравновешенный мечтатель. В его возрасте я был, как он, мнительный, обидчивый и писал стихи. Я не всегда нахожу общий язык с сыновьями. Они давно живут своей жизнью и с юности мало прислушивались к моему мнению. Я, например, не очень хотел, чтобы дети были музыкантами. Но Кристоф, мой старший, как-то заявил, что ушел из школы и теперь будет играть в группе. Я говорю, музыка не приносит денег. Ты хочешь окончить жизнь на заводе? Он действительно семь месяцев работал у станка, но все же не бросил контрабас. Младший Оливье учился на факультете истории. И та же история, только он стал саксофонистом. Пришлось смириться. Ведь и я такой же. Семья была против, когда я объявил, что не стану продолжать династию текстильщиков, а пойду в актеры. Переубедить меня тогда не смог никто. Упрямство – это у них наследственное. Из упрямства Кристоф и Оливье не носят фамилию Ришар. Не сравнивайте их с отцом. Из упрямства братья не играют в одной группе. Не сравнивайте их друг с другом. Ришар и сыновья – не дружная семья, а всего лишь бренд. Произведено во Франции, предназначено на экспорт. Срок годности проекта – один концерт в Москве. Они встретятся, чтобы тут же разбежаться. Дежавю. У нас уже был совместный проект с отцом. Музыкальный спектакль в маленьком театре «Алев». Мы даже в России гастролировали. Но втроем на сцене нам как-то тесно. Так что Оливье и папа вскоре ушли, а я вот остался. И теперь три раза в неделю играю небольшую роль, но уже в другой постановке. И даже могу сказать, что неплохо получается. Я доволен. Да, я видел этот спектакль. Мне понравилось. Я думаю, что Оливье нашел себя в музыке. А я все никак не могу определиться, что мне больше нравится – контрабас или сцена. Говорят, что все музыканты в какой-то момент хотят стать певцами, а певцы – актерами. Некоторые осмеливаются, но только не я. Когда мы были с гастролями в России, меня попросили добавить в образ немного комичности. Я тогда растерялся. Я могу сыграть на саксофоне, но сыграть комедию не могу. Ломать комедию – это к папе. У него это всегда хорошо получалось. В отсутствие новых ролей актер не теряет форму. Он и сейчас развеселит любого. Пьер Ришар – произведено во Франции, срок годности не ограничен. Вуаля! Вы знаете, для меня быть смешным не значит строить рожи, падать на ровном месте и проделывать все эти трюки с тортами. Хотя окружающие только этого и ждут. Я люблю быть непредсказуемым. И в первую очередь для самого себя. У звезды... ... ... Продолжение следует...